Максим Кузнецов, назначенный начальником ОМВД России по Ненецкому автономному округу, провел первую пресс-конференцию для региональных средств массовой информации. Уроженец Тулы Максим Кузнецов в органах внутренних дел с 1996 года. Окончив фериал юридического института МВД России, полицейский уверенно поднимался по карьерной лестнице. В 2017 году был назначен заместителем начальника по охране общественного порядка, а уже в 2021 начальником управления внутренних дел по НАО. К встрече с заполярной столицей Максим Кузнецов готовился основательно. Изучение документов, изучение специальных документов, подготовка к приезду сюда. Ну и на момент, когда я сюда приехал, я думаю, что достаточно много знаю об округе. Но опять же, знать теоретически, знать из книг – это одно, совсем другое дело посмотреть, увидеть округ. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время я это сделаю. Не успел приехать, а уже взялся за работу. Максим Кузнецов был наслышан на проблеме нехватки жилья для участковых на селе. Вместе с начальником подразделения уполномоченных участковых определили три населённых пункта – это Шойна, Бугрино и Устькара, в которых есть такая проблема. Безусловно, назначение сотрудника, молодого сотрудника на должность, безусловно, связано, прежде всего, с обеспечением его жильём. Но правоохранительные органы как бы не в одиночку занимаются обеспечением охраны общественного порядка, безопасностью. То есть, как бы, это целиком государственная задача, поэтому, ну, в данном случае я рассчитываю на поддержку органов власти, губернатора, безусловно, региона. Я думаю, что он окажет нам поддержку в этом, потому что, действительно, участковое население – это, собственно говоря, один из основных представителей власти. И, безусловно, муниципалитеты, работать с муниципалитетами по подысканию, подбору жилых помещений, адаптации для использования. Ну, а потом уже будем заниматься комплектованием. В планах нового руководителя – оснастить техническими средствами ведомства, таким образом перенять опыт больших городов. По развитию той же самой системы безопасного города. Увеличение камер, увеличение… То есть у нас же как система построения безопасного города, она начинается с безопасного города, потом она ретранслируется на безопасную улицу, безопасный двор, безопасный подъезд. То есть, как бы, разные уровни обеспечения безопасности. Вот. И чтобы иметь комплексный подход, который сейчас настроен в Москве, и увязывать в эту систему все уровни безопасности, то есть человек должен, прежде всего, чувствовать себя безопасно, когда он находится на улице, он должен понимать, что с ним ничего не произойдет. То есть уровень комфорта, уровень безопасности. Тут, собственно говоря, вот это есть результат. И на сегодняшний момент есть технические средства, которые позволяют это обеспечить. Что касается кадровых перестановок в ведомстве, пока их не планируется. Подразделение боеспособно, абсолютно боеспособно, с громадным потенциалом. Как я, знаете, в таких случаях говорю, с горящими глазами. В глазах есть огонь, желание работать, желание сделать. Ну и понятно, что любой сотрудник полиции, прежде всего, должен делать для окружающих, для жителей своего региона. Напомню, 24 марта министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи представил личному составу пяти территориальных органов МВД России новых руководителей, в том числе и Ненецкому округу.